Физкульт привет, друзья и ученики! Затронем сегодня в очередной раз щепетильную тему стероидов. И для многих будет это видео откровением. Многие пересмотрят свои взгляды на жизнь, на отношение к фармакологии вообще. Почему постоянно я говорю об этом? Да все просто. То, что происходит в мире, та ересь, которая льется, то, как государства относятся к проблеме, если она есть стероидов, а я считаю, что ее нет, и та проблема, которая минимальная действительно существует, существует она только по причине безграмотности и того, что эту грамоту не несут нам в общество. Общество просто катастрофически не имеет информации, не имеет правильной грамотной информации, чтобы самостоятельно доходить до правильных грамотных мыслей и рассуждений. Когда у вас только негативная, неправильная информация, раздуваемая со всех сторон СМИ, мы, никто из нас не сможет грамотно, правильно, логически мысля прийти к правильным выводам. Те же единицы, кто знает обо всем, пытаются как-то доносить это до людей, но, тем не менее, все глушится. Не зря, кстати, сейчас говорят о том, что хотят закрыть YouTube в России. Тоже делайте выводы. Почему? Потому что информация, которая подается с центральных каналов, несет определенный зомбирующий характер. И то, что происходит на самом деле, никого не интересует. В том плане, что это не полезно для правящей элиты. Для правящей элиты полезно выращивать, начиная со школьной скамьи, маленьких зомби, которые будут бухать, работать и умирать, не доживая до пенсии. Это для государства идеальный, идеальный житель. Поэтому всегда думайте головой. Давайте вернемся к теме фармакологии. Истинный вред фармакологии, истинный вред стероидов. И для начала скажу о том, что все вы, практически каждый, кто смотрит это видео, его родители, братья, сестры, те, кто даже никогда не касались штанги, все являются юзерами стероидов. То есть, употребляют стероиды. И здесь, как раз таки, сейчас я вам скажу о истинном вреде стероидов. Стероиды при грамотном применении, при важном применении, безопасны и даже продлевают и у. Улучшают жизнь большинства мужчин и женщин тоже. Но прописываются они грамотными эндокринологами в том случае, когда ваш организм нуждается в них. А происходит это в силу возрастных изменений. И все грамотные врачи в Европе, в Америке знают это и используют. Я уже не раз рассказывал о своем соседе, которому 30 с хвостиком, который чувствовал себя крайне негативно, причем как физически, так и морально. И когда он, по моему совету, сдал анализы, у него оказался довольно-таки низкий уровень тестостерона. И врач ему просто-напросто бесплатно прописал трехмесячный курс тестостерона цепианата. Но не важно название препаратов. Важно то, что врач ему прописал, то, что ему дали эти все препараты здесь, в Америке, такой плохой, бесплатно. И человеку даже кололи это все бесплатно, шприцы даже он не покупал. Но самое важное, что человек по истечению трехмесячного срока стал выглядеть лучше. Он сбросил 8 килограмм. При этом стал более рельефный, как будто бы он подкачивался. При этом человек вообще далек от спортзала и от спорта. Он водитель, сидит постоянно на пятой точке. Но он был доволен тем, что произошло с его телом, тем, как изменился его образ мыслей. Жена осталась доволен. Он стал себя чувствовать лучше, стал энергичней. И все, что с этим связано. Понимаете, Европа, Америка, все используют фармакологию. Стероиды, как мы их называем, звучит очень страшно. Но изобретены они были медиками для людей. Это медицинские препараты. А все вы знаете высказывание древнего философа, который сказал, что все в природе является как ядом, так и лекарственным препаратом. И зависит только от дозы. О дозах, о том, когда и кому необходимо это принимать, мы не знаем. Большинство из нас вообще не понимают, что это такое. Но, тем не менее, государство продолжает грузить нас информацией о вреде стероида. Запрещается вообще, даже, как они называют это, пропагандой, рекомендациями к применению стероидов. Причем нету каких-либо обоснованных, разграничивающих параграфов. Просто запрещено распространять, запрещено пропагандировать, рекламировать стероиды. Звучит вроде бы как правильно, да? Но это полная чушь и ересь. Представьте себе ситуацию, когда вы пришли к своему лечащему врачу, вдруг он взял у вас анализы на уровень гормонов, оказалось, что тестостерон у вас низкий, а тестостерон это стероид. И он вам порекомендовал его принимать, что является нормой и что является правильным. Потому что я не раз уже вам говорил, доносил до вас, что со Второй мировой войны уровень тестостерона у всего мужского населения планеты упал в два раза. Представляете себе? И медики бились как головой о стену, ничего не смогли с этим поделать. И нашли очень удобное, как всегда бывает, для них решение. Понизили эти нормы для людей. И незнающий человек сейчас считает, что это нормальная норма. Действительно, потому что если взять норму тестостерона у 100 человек в каждой стране, то примерно они будут одинаковыми. Естественно, можно, исходя из этого, статистически сделать какой вывод. то, что верхняя норма тестостерона такая, нижняя такая. Но это неправильно. И эти нормы занижены. Именно поэтому мужчины так часто мрут, не доживая даже до пенсионного возраста. Это одна из причин. И я не раз уже говорил вам о том, что государству это выгодно. Потому что стероиды под запретом. стероиды это страшилка, это как дракон, это как террористы, терроризм, которых не существует. Но это все нужно для того, чтобы пугать нас с вами, держать нас с вами в узде. И обращаю ваше внимание, возвращаемся к тому, что вы пришли к доктору, не дай бог он вам поставил диагноз, что у вас низкий уровень гормонов, прописал какие-то либо стероидные гормоны. Все. По этому новому тупому закону его можно посадить. И возможно так и будет происходить. Ведь это Российская Федерация, в которой возможно все. Друзья, чтобы понимать, что такое стероиды, нужно понимать очень многие вещи, которые происходят в мире. Что управляет миром, что движет миром. Говорят, раньше были другие времена, другие люди. времена, может быть, были и другие. Но люди всегда одни и те же. Нами с вами движут всегда одни и те же мотивы. У нас всегда одни и те же цели. Простой нормальный человек никогда не хочет воевать. Простой нормальный человек хочет адекватную работу, соответствующую заработную плату, чтобы ипотека была доступной, чтобы это была не смертельная угроза, нависшая над всем вашим родом, а чтобы вы могли спокойно, зная о том, что у вас есть работа, иметь квартиру, машину, все, что вам необходимо для жизни, как это происходит в развитых странах. Поймите, сейчас многие кричат о патриотизме, но те люди, которые кричат о патриотизме, это все равно, что геи, педерасты, которые хотят ходить парадами и кричат о том, кто они такие. Понимаете, об этом скоро я сделаю видео, и оно будет связано с алкоголем. Кстати, если у вас есть какие-то вопросы или пожелания, чтобы вы хотели услышать в данном видео, я рекомендую оставлять комментарии под этим видео с вашими вопросами, и как раз таки я в следующем видео озвучу их все. Что, друзья, перейдем к самому страшному. Почему я говорю о том, что сейчас все практически люди мира, не будем брать страны, не страны, а народы, которые открываются, которые, к счастью своему, далеки от цивилизаций, таких, наверное, практически уже не осталось. Недавно в Австралии нашли еще одних, им теперь крандец тоже. И в Австралии. А где? В Бразилии. А, в Бразилии, спасибо. Вот жена подсказывает не в Австралии, а в Бразилии. Но это не важно. Крандец им настанет не в Австралии, а в Бразилии. В чем суть, в чем смысл? Вы знаете, что сейчас миром правят огромные большие деньги. Миром всегда, в принципе, правили деньги. Сейчас правят корпорации, внушая нам о том, что холестерин вреден и опасен, хотя это самая большая чушь, которую вы можете только услышать. Узкий круг людей знает, еще меньше круг людей говорит об этом, но практически ни до кого не доходит. Поймите, холестерин вырабатывается организмом. Сколько бы вы не съели этого холестерина, конечно, не стоит его передать, это однозначно, потому что, во-первых, калорийность, во-вторых, ничего в этом хорошего нет, но это не так страшно, как нам с вами это описывают и пытаются донести, потому что организм сам вырабатывает холестерина больше, чем потребляет из пищи. Почему? Все очень просто. Без холестерина не может существовать организм, особенно мужской. Наши с вами внутренние полости легких выстелены тонким слоем холестерина. Мужчина без холестерина не мужчина. Не будут гормоны, тестостерон вырабатываться без уровня холестерина. Но что самое страшное, о чем не говорят, современные исследования показывают о том, что низкий уровень холестерина гораздо вреднее и опаснее высокого уровня холестерина крови. Почему и как это происходит вы можете спокойно, кому интересно, найти в интернете и почитать. Я вам скажу следующее. То, что вам говорят, что холестерин повинен в образовании атеросклеристических пляшек полная чушь. его функция залечивать, закупоривать ранки сосудов. Но сосуды повреждают не холестерин. И если вы это понимаете, а любой грамотный здравомыслящий человек, ученый, медик, понимать это должен, обязан, то вы знаете, что независимо от того, низкий уровень холестерина у вас в крови или высокий, все равно будут закупориваться ранки, скажем так, повреждения ваших сосудов холестерином. И независимо от того, высокий у вас уровень холестерина или низкий. Следите за тем, чтобы вы потребляли качественные жиры. И тогда все будет хорошо. А вот таки как раз эти транс могучие компании, которые запустили этот миф и повинны во всех смертных грехах, которые сейчас происходят в Штатах. Если кто-то думает, что ожирение в Штатах произошло из-за Макдональдса, то он глубоко ошибается. Хотя Макдональдс это тоже огромный поставщик трансжиров. И кстати, именно трансжиры являются теми жирами, которые попадая в организм, обязательно отложатся под кожу. Просто организм наш не умеет их обрабатывать, перерабатывать, как хотите называйте. и он их просто отправляет в жировые депо. Откуда достать такой жир? Крайне сложно. Не стоит есть Макдональдс, но виноват в этом не Макдональдс, а виноват в этом ожирении в американском. Посмотрите, когда оно началось. Началось оно от того, когда стали вводить в моду сухие завтраки. И детей часто, и многие из вас сейчас кормят сухим завтраком с молоком. А если на нем написано фитнес, то еще многие вообще там в экстаз впадают. Но если на сухих завтраках написано слово фитнес, то это говорит только об одном, что эти завтраки еще более вредные, чем какие-либо другие, где нет этого слова. Сухой завтрак это пустая калория, мощная калория, которая попадая в детский организм увеличивает количество жировых клеток. Вы должны знать и понимать, что в детстве, в подростковом возрасте наш организм увеличивает количество жировых клеток. Потом в зрелом возрасте они уже просто увеличиваются в размерах. Так вот, если вы по своей глупости отправляя к бабушке ребенка, скажем так, где его откармливают, или еще по какой-то другой тупости, откармливаете свое дитя, считаете, что если оно худенькое, то оно нездоровое, то вы просто совершенно безграмотный человек, который не заботится о здоровье своего ребенка. Не нужно создавать проблемы ребенку, которые потом для него будут крайне тяжело, и если вообще решаемые. Запомните, в детстве жировые клетки размножаются. В зрелом возрасте они потом просто увеличиваются в размерах. Не доводите своего ребенка до свинячего состояния, и потом не обвиняйте его всю жизнь, что он неудачник, что у него депрессия, и еще какие-либо проблемы. Кто бы что ни говорил, все равно мы воспринимаем людей поначалу внешне. И только потом, если произойдет общение, мы уже налаживаем какой-то контакт. Я знаю очень много людей, которые не воспринимают толстых людей вообще в принципе, считая этих людей ненадежными, считая этих людей некачественными. Правильно это, неправильно, это уже другая тема, и тему морали мы тоже затронем в ближайших видео. Нравится это вам или не нравится. Друзья, это мой канал, и я то, что считаю правильным, пытаюсь до вас доносить. И если вы не понимаете, как все это связано со здоровым образом жизни, с тренингом, то это ваши проблемы, вы можете спокойно, смело подписаться от канала, поставить дизлайк, даже написать какой-то гневный комментарий. Вы не понимаете, что это все равно как-то развивает канал. Мне это неинтересно, я этим не зарабатываю. Я пытаюсь говорить правду, доносить до вас ту информацию и учить наши с вами мозги, потому что я такой же, как и вы, выходец из той же системы. Меня также в школе зомбировали, не развивали мой мозг. Заметьте, нас в школе не развивают, нас в школе зомбируют. Ведь все наши самые счастливые воспоминания детства должны быть связаны с игрой, связаны с чем-то. Ну, не нужно объяснять, кто был ребенком, кто помнит еще, что такое значит быть ребенком. И представьте, в нашем возрасте, когда, в детском возрасте, необходимо двигаться, необходимо играть, развивать свои качества, потому что физика всегда сказывается на умственной деятельности. Чем больше и раньше ребенок начинает физическую активность, доказано уже не раз. в Америке, кстати, целый институт есть такой. Тем лучше его развитие мозговое, эмоциональное, вообще любое, тем больше ребенок успешен в жизни. Представьте, да, что происходит. Нас сажают на целый день, на 6-8 часов, по 45 минут мы сидим за этой партой, зубрим формулы. Из школы единицы, кто что-то выносит для себя полезное. Мне школа не дала абсолютно ничего. Но, естественно, мы учимся коммуникации между собой, но для этого не обязательно создавать такие зверские условия для ребенка. Кому интересно, посмотрите, как происходит образование в Финляндии. Об этом сейчас очень много говорится, вы поймете разницу. Посмотрите, насколько развитие страна Финляндия, чем Российская Федерация сейчас. Задумайтесь, почему, почему так происходит. Опять-таки, патриот это не тот человек, который закрывает глаза на какие-то проблемы в своей стране. Наоборот, патриот всегда видит и говорит о проблемах. Критиковать и просто обсирать, конечно, разные вещи, нужно предлагать какие-либо свои варианты решения проблем, вопросов, тогда эта критика является обоснованной, конструктивной. Я не говорю сейчас о тех, кто просто льет помои на свой народ, на свою страну, но это опять-таки тема отдельного видео. Что советую я? Я советую вам, друзья, следить в первую очередь за тем, что и чем питается ваш ребенок. И от того, чем питаетесь вы, зависит, конечно же, то, чем будет питаться ваш ребенок. Вообще запомните раз и навсегда, что манера поведения ваша целиком и полностью передастся вашему ребенку. Ему неоткуда брать другой модели для подражания, если, конечно, он не проводит времени больше не с вами, а с друзьями или в другой семье, там, в семье бабушки, я не знаю, тетя, дядя. Ребенок копирует модель поведения во всем своих родителей. И если мать и отец курят, а при этом говорят, что курить вредно, то выглядят они дебилами. Если мать и отец употребляют алкоголь, неважно какой, а говорят своему ребенку, что пить это вредно, то они в его глазах выглядят дебилами. И вообще, в принципе, родители, которые учат своего ребенка чему-то, поступая сами противоположно, на мой взгляд, являются дебилами. Посмотрите, животные не учат своих детей мыслить. Животное передает ему свои физические навыки, то, что пригодится его ребенку в жизни. Мы же пытаемся часто навязать ребенку не полезные какие-то физические навыки, не то, как правильно питаться, показываем своим примером. Мы своим детям передаем нашу модель мышления. Это неправильно. На мой взгляд, это тоже крайне негативно скажется на вашем ребенке. Ведь то, как вы думаете, и я в том числе, не факт, что это грамотно, правильно и полезно. Если вы живете правильно, правильно питаетесь, хорошо выглядите, занимаетесь спортом, вы имеете полное и вы обязаны передать все это своему ребенку. Если вы тупоголовое животное, которое живет от зарплаты до зарплаты, заливая все пивом, думая только о том, как бы, где залить себе за шиворот, вы вообще не имеете права иметь детей. Но это мое личное мнение. Давайте опять ушел от темы, вернемся к теме фармакологии. Все хают фарму, но при этом все, абсолютно все, начиная с раннего детского возраста, используют фармакологию, даже не задумываясь об этом. Стероиды. Я вам скажу один такой факт, что прием стероидов не привел еще ни одного человека к смерти. Ну, нет таких доказанных фактов. Но прием стероидов не меняет, в отличие от алкоголя, ДНК наше, не рождаются от приема стероидов, сколько бы вы их не приняли, какую бы дозу вы в себя не вкололи или не съели в виде таблеток, ваш ДНК не поменяется и не будут рождаться дебилы, дегенераты, уроды, которые рождаются от приема алкоголя. Кто из вас, из нас с вами полностью исключает алкоголь из своей жизни? Но тем не менее мы все употребляем стероиды. Так вот, если есть тех, кто вырос на стероидах, то тогда это крайне негативно сказывается на нашем организме, возможно, даже меняя наше ДНК. Что происходит? Почему все мы используем стероиды? Да потому что все мясо, которое сейчас продается в супермаркетах, оно все напичкано, выращено на фармакологии, на стероидах, на гормонах, на антибиотиках. Представляете? Просто обычный пример. Цыпленок в обычных условиях, в деревне, скажем, вырастает из маленького цыпленка в большую курицу за 3 месяца. На птицефабриках это происходит за 2 недели. Почему? Понятно, потому что выгодно как можно быстрее развивать, чтобы они развивались, вырастали, при этом не болели и вырастают они все на гармонии роста, на стероидных гормонах и их мясо целиком и полностью прописано, пропичкано в фармакологии, которую мы с вами потребляем. И вот этот истинный вред стероидов наносит непоправимый, колоссальный ущерб нашему организму, разрушая все и говорить, и упрекать спортсменов, которые колят в себя стероиды, либо принимают их в виде таблеток, просто настолько глупо и смешно, что все, кто это делают, выглядят полными дебилами в глазах здравомыслящего человека. Вы все едите курицу, как минимум, которая выращена целиком и полностью от своего рождения на гармонии роста, на стероидах, на антибиотиках. Вы настолько вредите своему организму, вы настолько подвергаете риску того, что у вас родится нездоровое поколение, что вы даже представить себе не можете. Но тот, кто юзает фарму напрямую, не подвергает себя такому риску. Не верите мне? Погуглите, спросите у медиков. Но у медиков, которые что-то понимают, разбираются. Не у наших медиков, которые из всей гаммы, из всего существующего большого разнообразия стероидов знают только то, чему их обучают в медицинском институте. Обучают их и знакомят только с метанодрастинолоном, который, кстати, уже наверняка в Российской Федерации даже не выпускается. Уровень знаний даже у тех людей, которые должны это знать и понимать, настолько низок, что говорить о том вред стероидов, не вред стероидов, просто смешно. И какую мы имеем моральную этику нашу, какое моральное право мы имеем обсуждать кого-то другого, сами не являясь идеальными. Зачастую спортсмены отдают себя целиком и полностью спорту. Кстати, для патриотов, ради вашей страны, что произойдет с большим спортом, если все перестанут принимать запрещенные препараты? Россия просто окажется в самой большой и глубокой яме. И вы опять-таки начнете обвинять наших спортсменов, как происходит с футболистами, не потому, что они принимают или не принимают фармакологию, там другие причины, в большей степени связанные как раз-таки с моралью, с алкоголем. Так вот, друзья, стероиды это не зло. Стероиды это медицинские препараты, придуманные для того, чтобы помочь людям, когда это необходимо. И вред стероидов как раз-таки в том, что все вы их употребляете, уже съедая мясо тех, кто выращен на них. Вот истинный вред, безграмотность. Нас с вами пытаются загнать в такую яму, в такое болото безграмотности и тупости, а мы все туда с улыбками идем, погружаемся, еще и жрем эту блевотину, которая льется отовсюду, со всех СМИ. Хоть раз вы слышали, чтобы вам кто-то сказал, что есть польза от применения гормонов, а это правда. Вы хоть раз слышали, чтобы кто-то разъяснил вам, когда нужно, кому нужно принимать фармакологию. если будет, как происходило это во времена Советского Союза, будут заниматься этим спортивные медики, если все это будет поставлено на большой, грамотный образовательный поток, то не будут подростки колоть себя стероиды, потому что они будут понимать, что это глупо. Гормональная система подростков и так испытывает колоссальные перегрузки от того, что гормоны играют. И гормоны роста и тестостерон, меняется голос. Посмотрите, как в подростковом возрасте мы меняемся, как быстро вырастаем, растут наши кости, растет наша мышечная масса, кто неправильно питается, у кого родители глупые, жировая. Вот, в этом подростковом возрасте нужно как раз-таки заниматься спортом максимально хорошо, максимально качественно, ставить технику, понимать, что для чего и ты когда делаешь. И когда у тебя подойдет возраст уже, когда начнутся гормональные изменения, когда начнется спад гормонов, возможно, благодаря тому, что ты занимаешься всю жизнь спортом, за счет того, что тебе давали качественную информацию твои родители, общество, государство, школа, ты будешь грамотно понимать, как, когда и вообще нужно ли тебе нам всем принимать фармакологию. Поймите, за 30 лет практически моего опыта в сфере спорта я видел спортсменов различного уровня. Так вот, все пауэрлифтеры, либо известные крутые бодибилдеры без фармакологии достигали таких высот, серьезно, такие силовые показатели были у ребят, что я знаю многих тех из вас, из нас, кто принимая фармакологию не достигнет никогда таких показателей и не достигал. Вы знаете, что сейчас все принимают фармакологию, все, кто ходит в тренажерный зал, как минимум один раз пробовал какую-либо фармакологию. По глупости, по необразованности даже многие девочки сейчас бикиняшки пытаются применять фармакологию, зная или не зная о том, что можно достичь хорошей формы именно в бикини, не используя никакой запрещенной фармакологии. Но все хотят быстро. У нас псевдовыкидыши от фитнес-индустрии инструктора сажают своих подопечных на фармакологию, сажают их на качковский беспонтовый тренинг, с самого начала загоняя людей в тренажеры, не понимая, что сначала нужно укрепить костную систему, нервно-мышечную связь, нужно укрепить сухожильно-связочный аппарат, настроить центральную нервную систему на тяжелую работу. А как это происходит? А происходит это только за счет обучения сложным базовым движениям, многофункциональным движениям. Обучению не сразу сажать, как в кроссфите, в глупом, один раз покажут, как делать, и сразу же люди начинают делать тяжелоатлетический толчок, рывок. Я не говорю даже уже о приседании и становое это начинается там чуть ли не с первого знакомства в тренажерном зале. Если вы хотите грамотно, правильно тренироваться, жить, вам нужно получать грамотную информацию. Вам нужно получать максимально большое количество информации и уметь ее отбирать, избирательность. Здесь уже как раз таки нужно логическое мышление. А логическому мышлению школа не учит. Вот еще один совет. Занимайтесь со своим ребенком. Давайте ему читать нужную необходимую литературу. Пусть ребенок играет в шахматы. Нет ничего лучше для жизни, чем игра в шахматы. Шахматы заставляют и ставят людей в такие ситуации, когда нужно реально думать головой, находить различные варианты, смотреть на ситуацию с огромного количества углов, под разными углами, с разных сторон. Все это вкупе даст положительный эффект для развития личности. Друзья, будем заканчивать. Давно мы с вами не снимали видео, поэтому получилось оно такое долгое. Я просто готовил здесь соревнования, провел в штатах Power Games. Вторые прошли они очень успешно. Возможно, выложу на канале видео, посмотрите. Не забывайте писать вопросы в комментариях, заходите на мой сайт, на сайте пишите только отзывы и пожелания, не задавайте мне там вопросы, на сайте я на вопросы не отвечаю. Но на все вопросы, которые вы пишете здесь в комментариях, либо в моей группе ВКонтакте, я озвучиваю, освещаю. Помните, что не стероиды вредят нам, а алкоголь. Не стероиды вредны, а безграмотность. Вредно то, что информация отсутствует, то, что запрещают, а в подростковом возрасте то, что запрещено, как раз таки и притягивает. Если бы подросток имел полную информацию о том, что такое гормоны, когда и как и кому они нужны, я уверен, что ситуация была бы совершенно другая, точно так же, как с алкоголем. Помните, когда был запрещен алкоголь в СССР, сухой закон? Многие его критикуют, но это было сделано не просто так, и те последствия, которые были, были колоссальными. В ближайших видео мы с вами поговорим об этом. Увидимся в следующий раз. Развивайтесь, развивайте свое тело, свое мышление, будьте примером для своих детей, и тогда в жизни вас, в жизни ваших детей и всех тех, кто вас окружает, будет все хорошо. Главное это позитив и получение счастья от жизни. Все остальное не имеет никакого смысла. Увидимся в следующий раз. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok